Привет, друзья! Сегодня мы посетим очень необычный музей. Называется он Петровская акватория. Находится в торгово-развлекательном комплексе «Адмирал», который расположен на пересечении Малой морской улицы и Кирпичного переулка. Поднимаемся на лифте или на эскалаторе на шестой этаж комплекса. Покупаем билеты. Цена недешевая, но и недорого. Есть музеи, в которых цены на билеты намного больше. Что же нас здесь ждет? Проходим в основной зал и сразу поражаемся его размером. Площадь только макета 500 квадратных метров. Он содержит наиболее значимые постройки на берегах Невы и Финского залива, возведенные в XVIII веке. В первую очередь на макете нужно увидеть акваторию реки и залива. По-настоящей воде ходят корабли Петровской эпохи. А на их берегах стоят адмиралтейства. Да, именно вот так оно выглядело в XVIII веке. Адмиралтейство, которое мы знаем сегодня, это просто комплекс зданий, а раньше судостроительные верфи, на которых строился морской флот России. Сегодня на месте этих доков улицы и парки. Следующий объект – Петропавловская крепость со всеми ее постройками. Макет – это редкая возможность как бы с высоты птичьего полета осмотреть всю местность, да еще перенестись в прошлое, как бы на машине времени. Далее – часть Васильевского острова. Это и старый гостиный двор, и здание 12 коллегий, и часть усадьбы господина Меншика. Да, того самого верного друга Петра I, Алексашки Меншика. Он построил свою усадьбу на Васильевском острове на широкую ногу и развлекался так же. К нему на волы приезжали как царь с царицами, так и все иностранные гости. После пиршества и танцев все отдыхали в роскошных садах. А вот новую Голландию трудно узнать. Она только начинала строиться. Конечно же, есть на Макете и другие районы Санкт-Петербурга. Некоторые здания, находящиеся на Макете, уже разрушены. На их месте стоят новые. А там, где сейчас плотная застройка, болото да пастбище. Есть на Макете несколько широко известных пригородов Санкт-Петербурга. Великолепный Петербург с его дворцами и парк, верхним и нижним. Воспроизведены все хантаны и каналы парка. Одного взгляда на Макет будет достаточно, чтобы оценить грандиозную работу архитекторов, скульпторов, садоводов, дворцово-паркового комплекса Петербурга. И, конечно, у всех появится желание самому лично погулять по аллеям тенистого парка. Только вот такие гуляния уже не проводятся на его территории. А это еще не обустроенный берег острова Котли, будущего города Кронштадт. Уже началось строительство маяков, а на этом пустыре будет построена пристань и разбит великолепный парк. Пригороды представляет еще один город – Араненбаум. Это уже загородная усадьба князя Меншикова. И снова огромный великолепный парк и роскошный дворец. Сейчас этот город переименован и носит имя великого ученого – Ломоносов. А усадьба называется по-прежнему Араненбаум. По легенде, такое название имение получило потому, что в его теплицах Меншиков выращивал померанцево дерево – апельсин. На макете они растут прямо в саду. Это, конечно же, при увеличении. Там же в Араненбауме для великого князя Петра Федоровича, будущего царя Петра Третьего, была построена военная потешная крепость. Называлась она Петерштадт. Служила для обучения военному делу наследника. До настоящего времени практически не сохранилась. Пока вы рассматриваете макет, назову несколько цифр. Масштаб каждой фигуры дома корабля – 1 к 87. На макете более тысячи зданий, 305 метров дорог, 1000 транспортных средств, 20 тонн воды, более 100 кораблей, 25 тысяч персонажей. Каждая карета в день проезжает около 2 километров. А каждый корабль – почти 1,5 километра. На макете представлены 4 времени года. Зима, снежная, морозная, Весна. Недолгое, но яркое лето. И прекрасная золотая осень. 36 раз за один день работы музея меняется день и ночь. Неожиданно начинают гаснуть лампы и весь макет погружается в темноту. Светятся только окна зданий. А через пару минут начинается рассвет. И город вновь предстает во всей своей красе. По периметру всего макета находятся интерактивные кнопки, нажимая на которые, вы приводите в движение фигурки людей, животных, зданий. Посетителям музея предлагают воспользоваться аудиогидом и биноклем за дополнительную плату. С помощью аудиогида вы узнаете еще больше удивительных фактов из истории Петербурга. А с помощью бинокля можно хорошо рассмотреть мелкие фигурки, ведь самая маленькая высота всего 3 миллиметра. Бинокль можно принести из дома. И тогда в мельчайших деталях вы рассмотрите, во что одеты люди, катающиеся на горках. Кто кружится в хороводе вокруг костра на Масленицу? Какие фигуры выполняют катающиеся на коньках пары? Поможете найти тонущих во время наводнения. Раньше в городе такое часто случалось. Проконтролируйте, правильно ли оказывают первую помощь у топлива. Поможете лесорубу выбрать дерево для мачты будущего корабля. Увидите, как Емелья катался на русской печи. Посмотрите, как купались в Иордане на Крещение. Узнаете, какие раньше были разводные мосты. Станете участником псовой охоты. Увидите пожарище на Тучков-Буяне. Полюбуйтесь на фонтаны Петергофа. Для маленьких посетителей установлены скамеечки, на которые можно вставать. Для детей проводятся квесты. Судя по тому, с каким азартом носились мальчишки по залу, это интересно. Скучно не будет, это точно. В заключении пару слов об истории музея. Инициаторами его создания стали жители города Александр Рубин и Игорь Радич. Проект инвестирован за счет стрельц-полбинга Петромир, владельца ТРК «Адмирал». Макет изготавливался в течение полутора лет. В работе приняло участие около 200 специалистов, среди которых архитекторы, художники, инженеры, декораторы, реставраторы и макетчики. Руководитель проекта заслуженный художник России Григорий Михайлов. Нам музей очень понравился. С удовольствием рассказали вам о нем. Спасибо всем за внимание и до следующих встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин